Атаман, Атаманушка, Атаман, Атаман! Говорит и показывает Атаман. Новости! Между Краснодаром и поселками Ильским и Афибским станут ходить дополнительные пригородные поезда. Как передает пресс-служба Кубань-экспресс-пригород, с 10 декабря в утреннее и вечернее время начнут курсировать 14 дополнительных рейсов пригородных поездов. Четыре рейса добавятся на маршрут Краснодар-Афибская-Краснодар, а также два рейса на маршрут Краснодар-Ильская-Краснодар. Увеличение интенсивности движения связано с развитием проекта городской электрички, который необходим в первую очередь для повышения качества транспортного обслуживания жителей населенных пунктов. Назначение дополнительных рейсов позволит жителям Северского района пребывать в краевую столицу в утреннее время на работу и учебу и в вечернее время возвращаться домой, минуя автомобильные пробки. Российские аэропорты получили новые имена по итогам конкурса «Великие имена России». В грандиозном проекте участвовало почти 50 регионов и около 5 миллионов человек. Свой выбор они сделали путем голосования на сайте, в социальных сетях, позвонив на горячую линию или заполнив анкету, полученную у волонтеров. Краснодарский край принимал активное участие в выборе имен трех аэропортов Кубани. Согласно результатам голосования, аэропорт Краснодара будет носить имя Екатерины II Великой, аэропорт Витязева имени Владимира Кокенаки, сочинский аэропорт имени Виталия Севастьянова. Проект по присвоению аэропорта имен великих людей проходил с 11 октября по 30 ноября. Инициаторы проекта – Российское историческое общество, общество русской словесности, русское географическое общество и российское военно-историческое общество. В зале районной администрации состоялось очередное планерное совещание. Открылась встреча с торжественного награждения. Почетный грамот удостоились все, кто принимал активное участие в ликвидации последствий потопления в конце ноября этого года. Главная тема встречи – обеспечение безопасности предстоящей новогодней праздники. С докладом, посвященным обеспечению пожарной безопасности объектов теплоэнергетики, выступила начальник управления по координации работы ЖКХ Алина Серенко. На зимний период 2018-2019 годов все котельные оснащены противопожарными средствами тушения. В помещениях установлены стенды с информацией экстренных и аварийных служб. С персоналом проводится инструктаж. О мерах по обеспечению пожарной безопасности в период проведения новогодних рождественских праздников и других массовых мероприятий, проводимых в зимний период 2018-2019 годов, рассказал начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Алексей Васильев. Он особо отметил необходимость тесного контактирования глав поселения с дежурными диспетчерами служб района. В конце встречи руководитель муниципалитета еще раз напомнил присутствующим о необходимости соблюдения всех требований к пожарной безопасности и недопущения внештатных ситуаций. Обеспечение антитеррористической безопасности – одна из важнейших задач современности. После трагических событий, произошедших в городе Беслане, в нашей стране стало уделяться пристальное внимание к защищенности общепрозывательных учреждений. Но, несмотря на усиление антитеррористических мер, всегда имеет место человеческий фактор. В этом году была проведена проверка школ, техникумов и детских садов. Если по школам все более-менее хорошо, то в ряде детских садов установлено, что отсутствует, например, полностью видеонаблюдение в новом построенном модуле по улице Ленина. Отсутствует освещение территории в детском саду в Черноморке. Это детский садик номер 8. Мы столкнулись с тем, что детские сады освещают сами себя здания. То есть в ряде детских садов просто вкручены лампочки накаливания над каждым входом и освещаются ступеньки. А территория полностью находится в темноте. Также и с видеонаблюдением. Недостаточно камер, либо мониторы не работают, либо жесткие диски не хранят отснятую информацию в течение месяца. Для устранения нарушений прокуратуры Северского района в суд направлено 9 исковых заявлений. Сейчас они находятся на рассмотрении. Больше доноров крови – больше спасенных жизней. Передвижные станции переливания крови прибудут в Северский район. 6 декабря станция начнет работу в Ильской больнице. 19 декабря – на территории Северской ЦРБ. Желающие сдать кровь и помочь больным приглашаются с 8 до 13.00. При себе иметь паспорт с пропиской Северского района. Напомним, что доноры освобождаются от работы с охранением среднего заработка за пропущенный день. Также им выдается денежная компенсация на обед в размере 948 рублей. В Азовском Доме культуры состоялся 13-й район и фестиваль-конкурс фольклорных коллективов «Храни Кубань. Придания Вековые». В фестивале приняли участие фольклорные коллективы, ансамбли народной песни, творческие коллективы домов культуры и детские школы искусств, которые бережно сохраняют и передают из поколения в поколение казачьи традиции своих дедов и отцов. Это мероприятие призвано сделать так, чтобы мы поняли, что вот здесь, на Кубани, в Северском районе, мы не просто особенные, мы вспоминаем, насколько особенными были наши предки, которые построили эти поселки, станицы, хутора, деревни, которые вырастили хлеб, которые вырастили нас с вами, которые создали ту неповторимую культуру, которую мы сейчас называем казачьей культурой. В Северском районе фестиваль проводится более 10 лет. В праздники принимают участие лучшие творческие коллективы, которые создают сценические образы народных обрядов и бытовых сцен и жизни коренных народов, проживающих на территории Северского района. Этому предшествует большая работа по сохранению и изучению кубанской культуры. Уважаемые коллеги, огромное вам спасибо за то, что вы делаете каждый день и каждый час, сохраняя культуру и традиции многонациональной Кубани. Ведь недаром говорят, что Кубань – это дом ста народов. Право открыть фестиваль-конкурс предоставили народному самодеятельному фольклорному коллективу «Тополына» Азовского дома культуры. «Творческие коллективы показывали народные традиционные обряды. Святки, сбор урожая, Рождество, калятки, святочные гадания, бытовые сценки с элементами фольклора и жизни казаков». По результатам фестиваля-конкурса заслуженную победу одержали народный самодеятельный коллектив «Фольклорный ансамбль Тополына» Азовского ДК и хоровой коллектив народной песни «Задоринки» детской школы искусств поселка Афибского. Победители получили дипломы первой степени и памятные кубки. Дипломами второй степени наградили львовский ансамбль народной песни «Крыныченька», северский хор ветеранов «Войны и труда» и ансамбль народной песни «Казачья душа». Театральные коллективы Ильской и Черноморской клубной системы достоились дипломами третьей степени. Редактор субтитров А.Семкин